Анализ показывает, что средний граждан США при потреблении пищевых волокон 15 грамм в день будет на 2-4 килограмма тяжелее, чем те люди, которые потребляли пищевые волокна 30 грамм в день. Поскольку пищевые волокна оказывают плеотропное действие на организм человека, они могут влиять на массу скелетных мышц несколькими путями. Например, было показано, что добавки с пищевыми волокнами снижают резистентность к инсулину и концентрацию провоспалительных молекул, то есть два фактора, которые увеличивают потерю мышечного белка и являются связанными с возрастом снижения массы и функций скелетных мышц. Тем не менее, результаты показывают, что после поправки на инсулинорезистентность взаимосвязь между пищевыми волокнами, составом тела и силой скелетных мышц практически не изменилась. Это говорит о том, что любой потенциальный эффект пищевых волокон на эти результаты не полностью зависят от улучшения резистентности к инсулину, а вызванные клетчаткой изменения в составе тела и силе скелетных мышц могут быть вызваны альтернативными механизмами. Потребление пищевых волокон оказывает большое влияние на состав и метаболическую активность микробиома кишечника. Например, более высокое потребление пищевых волокон увеличивает количество сахаролитических кишечных бактерий и выработку короткоцепочечных жирных кислот, которые недавно были предложены в качестве регуляторов массы тела, метаболизма и функций скелетных мышц. Короткоцепочечные жирные кислоты также участвуют в энергетическом балансе и гомеостазе глюкозы и таким образом могут способствовать взаимосвязи между более высоким потреблением пищевых волокон и более низкой массой тела, индексом массы тела, уровнем глюкозы натощак и инсулином натощак, а также инсулино-резистентностью. Продолжение следует...